Знаете, сегодня мы собрались вместе и это замечательное время. Господь нас называет одной семьей, братьями и сестрами. Да, мы друг друга называем братьями и сестрами. То есть это что-то такое родное, что-то такое близкое. И время это особое, когда мы можем собираться, делиться своими переживаниями, можем вместе петь, славить Господа. И Христос создал церковь, и Он ее отец, Он ее основатель, Он тот, кто в центре всего. Мы его дети, все дети. И сегодня я бы хотел поделиться своими переживаниями то, что Господь, наверное, в первую очередь, когда кто выходит проповедовать, это слово направлено именно к тому человеку, кто выходит, в первую очередь. И мы, как семья, мы можем делиться тем, что у нас есть. То, что Господь говорит и открывает, и анализирует Писание нам, вот лично мне. Я хочу с вами поделиться тоже одним местом Писания. Это то, что учил Иисус в Нагорной проповеди. Это местописание, знаете, вот когда Господь, Он, когда проповедовал, Он говорил, имеющий уши, да слышит. Но иногда мы имеем уши, но не слышим. И Господь нам еще раз говорит. И вот с этим местописанием у меня было именно так, что я открыл Библию утром, я читал и прочитал это местописание. И знаете, как мы иногда мимолетно читаем, ну мимолетно, мы читаем, и потом есть у меня приложение в телефоне, тоже Библия, и там случайным образом подбираются стихи на каждый день. Ну вот случайно, вот какой-то сегодня такой стих тебе показал, сегодня такой стих. И потом я на следующий день открываю, и мне опять же этот же стих подбирается в телефоне. И знаете, и вот когда второй раз Он мне попался на глаза, я понял, что это, наверное, Бог ко мне стучит. Он что-то мне хочет сказать, и чтобы я обратил пристальное внимание именно на этот стих. Значит, Господь увидел, что во мне есть что-то, ну, что Он хочет поменять. И через это Слово Он направляет нас. И знаете, я настолько благодарен Господу, что Он нам говорит, что Он как любящий Отец поступает. Что Он направляет нас. Он помогает нам, как нам нужно жить. Он не просто, как, знаете, строгий судья, который сразу взыскивает. А Он помогает нам, знаете, на истинный путь направиться. И я хочу с вами прочитать этот стих. Это Евангелие от Матфея, седьмая глава. Это Нагорная проповедь. То есть конец Нагорной проповеди. Этими стихами Иисус, Он закончил Нагорную проповедь и подводил итог. 24 стих, седьмая глава от Матфея. Итак, Он подводит итог Нагорной проповеди. «Всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и стремились на дом тут, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Моисея и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тут, и он упал, и падение его великое. И когда Иисус окончит слова Сии, народ дивился учению его, ибо он учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Иисус всегда говорил очень просто. Он говорил простыми примерами, чтобы людям, которые его слушают, было понятно. И в Нагорной проповеди, нам вот приведена, наверное, часть этой Нагорной проповеди, там очень много истин. Каждый стих, наверное, на каждый стих можно сказать какую-то проповедь, да? Очень много всего, чего открывал Иисус, и подводя итог тому всему, что Он сказал, Он говорил, что то, что вы послушали, это все хорошо. Но сейчас наступает самый важный момент, момент исполнения. И если мы это будем исполнять, то мы будем подобны, как дом, который будет основан на камне. И несмотря на разные штормы, ветра, Он будет стоять. Я почитал, вот Иисус, Он разбирался вообще в этих всех, я думаю, делах, потому что Он и плотник был, Он много руками своими делал, да? Я думаю, и Отцу помогал Он строить дом. И вот тогда в Иудее, когда лето приходило, ну, большая жара, и где были речки или какие-то небольшие озера, там вода высыхала. И там было, как всегда, равнинное место. И когда ты выбирал, где строить дом, ну, удобнее всего было построить, где уже ровно почва, где не надо ничего подготавливать. А ты берешь просто ровно, красиво и начинаешь строить. Но приходит проблема, когда наступает осень, зима, начинается сезон дождей, и вся вода, ветры, и она скапливается там, где ты построил дом. Это все подмывается, и дом может упасть. Намного сложнее строить дом на камне, да, на скале, на каменистой почве, которая неподготовленная, которую нужно долбать, чтобы где-то выровнять. Это сложный, сложный процесс. Но Христос акцентирует внимание, что мы должны быть исполнительными. И показывая вот этот пример с домом, он говорит, что это непросто. Это непросто. Согласитесь, мы с вами, ну, вот, если я по себе скажу, мы много читаем, а кто много верующий, мы много сейчас век информации, много разных комментариев Библии, много разных проповедников, много всего, что мы слушаем, знаем. И наш разум переполнен многими знаниями. Но согласитесь, вот если проанализировать себя, сколько из того, что я знаю, я применяю в своей жизни. Иногда мы Библию пролистываем, вот так вот прочитываем, и просто мы можем говорить на эти стихи проповеди. Мы можем учить других людей, мы можем обличать кого-то. Но просто если глубоко вникнуть в сердце и посмотреть, исполняем ли вот то, что написано там, если действительно это в нашей жизни, начиная от того, что, знаете, можно знать все 10 заповедей или весь старый Ветхий Завет, где написано много заповедей, которые там иудеи, фарисеи старались выполнять. Но Иисус сказал, что лучше исполни две заповеди. Просто возьми и исполни две заповеди, ты исполнишь весь закон. Возлюби Господа твоего всем сердцем и возлюби ближнего. Не просто исполни какие-то предназначения, которые Господь, ходи в церковь, читай Библию, а возлюби, полюби Господа. Пусть это будет твоим мотивом, всем своим сердцем. И возлюби ближнего всем своим сердцем, как ты любишь себя. Просто возлюби, несмотря на то, что он делает, несмотря кто он. Бомж или богатый человек, или тот, кто тебя раздражает, или тот, кто кого-то не хочешь видеть. Просто исполни. Всегда и в Новом Завете Иисус акцентировал то, что мало тех людей, которые исполняют. Он говорил, что жатвы много, а делателей мало. Что много тех, кто учат, тех, кто знают, как поступать, тех, кто знают, как совершать то или иное служение. Но делатели, тех, кто действительно делают, их мало. И это было во времена Иисуса, и это продолжается сейчас. Иисус, Он был, ну, очень известной личностью. И тогда, в те времена, очень много было разных философов, учителей. Но Иисус, я думаю, отличался тем, что Он не только говорил, Он много делал. Да, Он проповедовал в синагогах, но тем не менее, Он ходил по разным городам, селениям, собирался на полях, и Он исцелял людей, Он кормил их хлебом. Написано в Писании, что Иисус на деле показал, как Он любит учеников. Он тот учитель, который умыл ноги. Он не просто говорил, потому что каждое слово, оно имело вес. А вес слова, знаете, что придавало? Его действия. То, что Он это делал. Он умыл ноги ученикам. И Он доказал всем нам, что Он любит нас, потому что Он добровольно пошел на крест. И это было непростой прогулкой. Потому что, посмотря на Гефсиманию, у него были очень сложные испытания. Это действительно, знаете, это был фундамент, который каменный, который он сильно долбал. И он там, в Гефсиманию, очень сильно плакал. Ему было тяжело бороться с этим, чтобы пойти на крест. Но Он исполнил. Он не просто говорил об этом. Он исполнил то, что Он делал. Иисус тренировал также учеников своих. Ученики, когда собирались, и знаете, когда Он собрал и 70 учеников своих, то у них не было просто, знаете, они собирались вот так вот в церкви или где-нибудь на поле, Он их учил. Но наступал такой момент, когда Он их поделил по двое. И Он сказал, я вас научил, этого сейчас вам достаточно, а теперь, ученики, теперь практика. И Он их отправил по двое. Вот представьте, пастырь наш вышел, говорит, сегодня, братья и сестры, наше служение будет проходить в другом немного формате. Сейчас мы все стоем, вы выбираете себе пару. И все, что мы слышали за столько воскресений, мы сейчас распределемся и просто пройдемся по всему этому району. И расскажем про Христа. Мы просто сделаем то, что можем. Если ты увидишь нуждающего, ты просто поможешь Ему. Мы просто начнем применять то, что у нас есть. И Иисус, вот представьте, наша реакция. Ну я не знаю, все бы согласились, что я пришел только посидеть, послушать. Но Иисус говорил в конце своей Нагорной проповеди, что это безрассудство. Это пустая трата времени, это глупость. Просто слушать, просто слушать, иметь объем информации, ничего с этим не делать, не применять. Толку, смысл учиться много лет в институте, в университете и потом не применять это. Ну это потерянное время, согласитесь. Также Иисус говорит, когда мы много слушаем, каждый из нас, и я верю, что каждый из нас, он получает свое какое-то откровение. Дома, когда ты открываешь Библию, или когда в проповеди ты что-то слушаешь, тебе что-то касается, и ты понимаешь, что это правильно. И мне бы хотелось так поступать, но очень часто я говорю за себя, что бывает, ты понимаешь, о, классно бы было так поступать, о, действительно здорово было бы так делать. И я понимаю, что правильно было бы это применить в моей жизни. И почему-то иногда все остается на уровне вот этих размышлений. И наступает следующий момент, когда ты не воплощаешь вот эти мысли в действие, то это начинает сильно тебя грызть внутри. Твоя совесть, и ты чувствуешь себя, знаете, вот, как будто ты пил и не напился. Вот эта неудовлетворенность, она присутствует. В Акова 1, в главе 25, в 25 стихе. Давайте мы прочитаем. Первая глава, 25 стих. Яков говорит, кто будет не просто слушателем, который, да, ты послушал, здорово, такое хорошее слово, или тебя что-то коснулось. Но если ты будешь делателем, то ты почувствуешь, как действительно это приносит благодать. Это приносит блаженство. Просто представьте слово блаженство. Какое это состояние? Вот, блаженство. Блаженство, когда тебе настолько, настолько хорошо. Я думаю, вам знакомо, когда ты вот просто где-то человека встретил, ты ему что-то доброе сделал. Вот было у вас такое чувство, когда ты кому-то помог чем-то. Может, он тебя не просил, но ты чем-то помог, и это чувство, ты чувствуешь вот это блаженство. Тебе приятно, что ты просто что-то кому-то сделал. Когда ты просто кому-то помог, и ты ощущаешь, как тебе приятно. Я верю, что Дух Святой он наполняет по-особому нас. Яков говорит, что когда ты не просто слушаешь, когда ты что-то делаешь, самую мелочь, самая маленькая, ты чувствуешь это блаженство, это замечательное состояние. Давайте мы прочитаем 1 Коринфянам, 8 глава. С 1 стиха. «Должертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает». Апостол Павел говорит, что знания, они надмевают, а любовь, она назидает. Надмевает, это когда тяготит тебя, когда ты столько знаешь. Я, честно говоря, встречал таких людей, которые очень много всего знают. Они такие умные, они все знают. Ты действительно думаешь, очень духовный человек. Но, знаете, самое интересное, что про те дома, о которых Иисус говорил, дом, который основан на песке и дом, который основан на камне, они внешне могут выглядеть абсолютно одинаково. И мы, да я думаю, нам не вправе даже судить человека, на каком основании он находится. На камне он построен, или, знаете, на песке его дом построен. Я верю, что у людей, у которых дом построен на песке, у которых много знают, и они часто, бывает, проповедуют, говорят, то там есть тоже живое слово, от которого мы можем почерпнуть. Но самое обидное, что придет время, когда придет Господь и рассудит. Рассудит и все поставит на свои места. И если мы прочитаем седьмую главу чуть раньше, что Христос говорил, давайте мы еще раз прочитаем, седьмая глава, с двадцать первого стиха. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли именя мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем ноги чудесатвали, и тогда объявлю я им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии, исполняет их подобную мужу благоразумному. И далее то, что мы читали. И удивительно, что в нашей жизни будут встречаться такие люди, через которые, нам кажется, это великие служителя, которые говорят Слово Божие, через которых исцеление происходит. Но, знаете, самое обидное, это Слово нам говорит, кажутся абсурдные какие-то слова, но Христос им вынесет свой приговор. «Отойдите, я не знаю вас». Иногда в нашей жизни может быть правильное основание, мы, казалось бы, начинаем делать, исполнять волю Божию, но с другими мотивами. И Слово Божие говорит, что все будет испытано. Первая Коринфина, третья глава. С 12-го стиха, с 11-го. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, солома? Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в нем открывается и огонь, испытывая дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». И здесь Слово Божие говорит, что кто строит даже на правильном основании, 12-й стих говорит, кто строит ли кто на этом основании, который есть Иисус Христос, но с неправильными мотивами, не с правильных материалов, то дело это сгорит, это разрушится. Как там в Нагорной проповеди он говорил, что будут такие люди, которые именем Господа будут исцелять, которые будут помогать другими, многие чудеса творить, но это будет делаться совершенно с другими мотивами. Возможно, что прославить себя. Я думаю, многие люди будут получать через это, но сами они, Христос им скажет, «Я не знаю вас, отойдите». И очень главное нам не оказаться такими людьми. И перед этим мы прочитали в 1 Коринфянам 8 главе, что знания надмевают, но любовь назидает. И есть всем нам известная глава 13, тоже в 1 Коринфянам, я прочитаю с 1 стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то и иметь звенящий, или каким вал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я дам тело моего насажения, любви не имею, нет ни в том никакой пользы». Представьте. Представьте человека, который имеет такую веру, что может и горы переставлять. Видели таких людей? Которые, ну представьте, он имеет такую веру, что может горы. Он имеет такую веру, что он продает все свое имение, дает нищим. И Слово Божие говорит, что могут быть такие люди, но если у них мотивы другие, если они не делают это скоростью, или с какой-то своей задачей, и нет в них любви, то это ничто. И апостол Павел открывает, что же такое любовь. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Так что Христос, подводя итог, Христос говорит, что мы много знаем, Он много говорил разных истин, и действительно, мы с вами очень уже грамотные в христианском отношении люди, мы много слышали проповеди умных, и читали Библию, может и не раз, разные комментарии читали, но это все ничто, если мы не исполняем хоть чуть-чуть Слово Божие, когда мы не берем его, не начинаем применять свою жизнь. Второе, если мы даже приняли решение исполнять Слово Божие, но делаем это с другими мотивами, неправильно, не того, чтобы прославился Господь, не потому, что я хочу помочь своему ближнему или кому-то еще, то мы, как медь звенящая, которая тоже не принесет никакой пользы для нас. И придет время испытаний, подуют ветры, придет день Господний, когда Он придет в своей славе, и каждое дело будет испытано. И наш дом, если он будет основан на камне, и мы будем делать с правильным мотивом, он устоит, и мы получим венец славы. Если наш дом будет основан на камне, мы будем служить Господу, как мы читали в Коринфянам, но будем делать это с другими мотивами, то дом разрушится, но основание останется, и мы будем спасаемы, но как из огня. Мы не получим венец, который Господь приготовил нам. И третье состояние, самое опасное, когда мы будем просто слушателями, забывчивыми, которые много знаем, которые можем обличать других, даже учить кого-то мы можем, и мы знаем, как правильно поступать, но мы не исполняем Слово Божие, то наступит день, когда Христос придет и скажет, я не знаю вас, отойдите от меня, делаю ищи беззаконие. Может, в этот момент у нас найдется очень множество аргументов, потому что мы же все знаем, Слово Божие знаем, Господь, но как же? Я же столько учил, я столько всего говорил, но Господь скажет, ну ты мало делал, ты ничего не исполнил с того, что я говорил тебе. И четвертый момент, который я хотел акцентировать, внимание, что мы не видим, какое основание у дома, пока не придет ветер и шторм. Давайте не браться и не быть судьями, судя того или иного человека, на каком основании он основывается. Господь нам всем судья, будем смотреть, на каком основании стоит мой дом, что из того, что я знаю, исполняю, какой процент. И последнее местописание, которое я хочу, чтобы мы прочитали, это Исайя, 66 глава, в 2 стихе написано, Господь говорит, «Я презрю нас смиренных и сокрушенных духом». И у меня, знаете, сразу я читал это слово Божье, и возник такой вопрос, Господь, если я уже построил свой дом, и я понимаю, что он на песке стоит, если я прожил уже свою христианскую жизнь, я уже столько лет верующих, а я понимаю, анализирую свою жизнь, что я вообще мало что для Тебя сделал, Господь. Что я для Тебя сделал, Бог? Я ничего не исполнил из того, что я знаю, Боже. Меня уже знают как большого служителя, а по сути я ноль пред Тобой, Господь. Бог, неужели мне всем признаться, что я никто, я ничто? И Господь четко говорит, я презрю нас смиренных и сокрушенных. Как бы нам ни хотелось, но единственным правильным выходом в этом ситуации, если ты понимаешь, что твой дом, твоя жизнь основана на неправильном, что в твоей жизни мало, что ты исполняешь из того, что ты знаешь, это разрушить все до основания. Закрушить все. Разбить, разломать, забыть. Забыть все, что ты знаешь. Оставить все, все твои мудрости, все твои великие размышления, умозаключения, всю твою тетрадку с твоими рассуждениями, которые ты записывал, но ничего из этого не исполнил. Надо закрыть. Оставить, сокрушиться перед Ним. Слониться и сказать, Господь, я сокрушаюсь перед Тобой. И знаете, я начал размышлять, говорю, Господь, а с чего начать? Бог, с чего начать? С чего начать исполнение Твоего Слова? С чего начать? И мне вспомнились слова Иисуса, когда у Него спросили, я уже говорил сегодня об этом, какие заповеди самые главные. И Он сказал, что на этих двух заповедях основывается все. И сегодня я вас призываю к этому начать исполнять Слово Божие, начать исполнять его с простых двух заповедей. Две заповеди, я думаю, это несложно. Первый из них, вослюбить Господа всем сердцем. Не нужно сейчас строить какие-то гигантские планы на великие служения, чтобы исполнить и угодить Господу. Давайте исполним две заповеди. первое, возлюбим Господа всем своим сердцем, всем, что у нас есть. Вот, чтобы понять, как это, вот у кого есть дети, вы любите своих детей? Я думаю, да, ну, ответ очевиден. Мы любим своих детей, мы для них на все готовы. Мы их любим, мы хотим с ними время проводить, мы хотим с ними общаться, мы хотим, чтобы они были рядом с нами. Нам тоскливо, когда, когда они далеко, когда мы их не видим в какой-то промежуток времени, нам тоскливо. Мы любим их. Любим ли мы так Господа? Тоскливо, когда мы не чувствуем его. Тоскливо ли нам, или нам нормально вообще? Там мы напрягаемся, когда мы думаем, о, сейчас время для молитвы. Мы думаем, ну, это же надо столько усилий прилагать, чтобы пообщаться с ним, с великим отцом. Любим действительно ли мы Господа всем своим сердцем? И вторая, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. не весь мир, не весь город, ближнего. Тот, кто рядом с тобой, твоих домашних, с кем ты живешь, возлюби их. Господь не требует от тебя большого служения. Он говорит, возлюби тех, кто рядом с тобой, твое окружение. Возлюби братьев и сестер в церкви, с которыми ты видишься каждое воскресенье. Возлюби, как любишь самого себя. Сделай это. Начни исполнение Слова Божьего, будь разумным. Это принесет тебе благость, это принесет тебе счастье, радость. Возлюбить ближнего. Возлюби ближнего, того, с кем ты едешь в маршрутке, и он тебе грубит. И ты хочешь ему взамен нагрубить, и что-то сделать такое. Просто попроси у Господа, Бог, помоги мне его возлюбить. И в этот момент просто промолчать. А лучше что-то доброе сказать. Сейчас мы помолимся с вами, и Христос, Он был делателем. Он на практике возлюбил учеников и возлюбил каждого из нас. Последнее местописание, которое я записал, давайте мы прочитаем. Это 1 Коринфянам, 1 глава. И будем молиться с 18 стиха. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных от верну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, елины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для елинов безумие. Для самих же призванных иудеев и елинов Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрая Божия премудрее человеков и немощная Божия сильнее человеков. И мне нравится вот 23 стих, а мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем Христа того, не который просто был учителем, а мы проповедуем Христа, который доказал свою любовь на деле, который пошел на крест и страдал за каждого из нас, который не просто говорил пустые слова, а который говорил слова, которые сами исполнял. Давайте мы помолимся.